Шалом! Мы с вами находимся в период Бейнам и Царим, между теснинами. Этот период достаточно сложный для еврейского народа, в частности из-за того, что произошло 17 Томуза и 9 Ава. То, что 17 Томуза произошло, мы уже говорили. Прежде всего, началось все с того, что Мошей Робейн разбил скрижали, хотя основной датой про 17 Томузы написано прямым текстом у нас где? При осаде Иерусалима. 9 Ава это тоже у нас дата, которая взята из осады Иерусалима, хотя и у нее есть свой предвестник. Я не говорю сейчас все пять событий, которые у нас написаны 17 Томуза, 9 Ава. 9 Ава можно привести много десятков событий на самом деле. И первое гетто было 9 Ава в Италии, не в Германии. И изгнание из нескольких стран было 9 Ава, и Бейтар был 9 Ава, чего только в эти даты не было. Мы говорим, этот период у нас он очень-очень тяжелый. Что это Бейтар? Город Бейтар, в котором было страшное кровопролитие, что сказано, что там текли реки крови, что по колено, так сказать, люди шли в крови. И там описывается в кино, который мы читаем 9 Ава, что там целые горы, они делали из детских мозгов. Там страшные вещи описываются. Сейчас жилисты, но тоже город Бейтар. Да, Махон Мейер построил. Игорь Патерсалимович. Махон Мейер построил. Махон Мейер построил? Да. А ради денег? А ради денег? А без денег? По поводу Бейтара расскажу потом отдельно. Мы сейчас говорим, есть общее правило. С началом Ава уменьшается радость. То есть помимо того, что мы говорим с 17 Томуза по 9 Ава Бейна Мейцарим, с Рошходыша у нас начинается еще целый ряд устражений. А на Рошходыш где Талеля у нас? Да. Единственный Рошходыш, когда нет Алиэля, это Рошашина. Что делается, что сокращается, есть целый ряд моментов, которые мы говорим, если это связано с празднованиями, с радостью, то мы этого постараемся не делать. Судебные тяжбы в эти дни мы стараемся не делать. Желательно максимально снизить деловую активность, потому что то, что делается в этот период, обычно нету этого благословения. Приобретение новых предметов тоже, если это не что-то критичное, которое необходимо срочно и так далее. Человек шел, у него штаны порвались окончательно бесповоротно, он может зайти купить себе штаны новые одеть. Он не должен ходить сейчас без штанов, или у него свадьба 10 ава, ему нужно что-то сделать, купить там для свадьбы. Свадьба 10 ава. А, да, 10 ава. Так нет, надо купить за 10 ава. Если у нас 10 ава свадьбы, то мы можем... Согласен, иногда есть некоторые вещи при любой покупке, при любой стройке, при любой подготовке, есть некоторые вещи, которые ты вспоминаешь в последний момент. Ты прав. Желательно сделать все заранее, и мы сейчас говорим не про педантов, которые сделали все вовремя и заранее, и идеально. Здесь вещи, как, простите, у ребенка бармисла, и он должен купить ему твилин. На бармислу твилин ты покупаешь заранее, потому что ребенок начинает заранее его одевать. Но иногда бывает, что поняли, что чего-то там не хватает. Или, если то, что вы сейчас покупаете, идет по большим скидкам. Это тоже достаточная причина для того, чтобы купить. То есть, нужно это купить в любом случае, оно стоит обычно 200 шекелей, а сейчас оно продается по 80 шекелей. Вы можете это спокойно купить. Цена? Желательно при этом все равно не пользоваться тем, что вы купили. И сейчас мы разберем конкретно и подробно, какие у нас запреты связаны с радостью. Прежде всего, когда мы говорим про радость, это немножко звучит, может быть, непонятно для русского менталитета, но тем не менее, строительство. Когда человек строит себе дом. У евреев построить себе дом, особенно построить себе дом в земле Израиля. Это радость, юмор не сейчас, пожалуйста. И мы говорим, строить дом в эти дни проблема. Покраска и украшение дома в эти дни проблема. Так что, если кто-то подрабатывает тем, что он красит дома, то в эти дни у него большая проблема. Он не может этим работать. С первого ава, точнее, до первого ава. С первого ава. А, с первого ава. До первого ава можно. Мы сейчас, все запреты, которые я сегодня с вами буду разбирать, это с первого ава до кануна девятого ава. Кануны разберем отдельно и девятая ава мы разберем отдельно. Цена? Да. Строительство синагоги, да, разрешено. И, соответственно, покраска в синагоге. Раф Трушин, я знаю, он уже много лет, именно в эти дни красит там синагогу, где он обычно молится. Это его, как бы, трума в синагоге. У него это там берет, не знаю сколько, два-три дня, которые он идет и красит. И в синагогу красить можно. Цена? Не еврей, работающий на еврея, который занят на строительстве. В принципе, он может работать и в эти девять дней. Но, если есть возможность это каким-то боком без больших финансовых потерь разрешить, то лучше сказать ему, чтобы он это сделал потом. Цена? Предотвращение ущерба. Если мы видим, что стена качается. Или дырка там появилась какая-то в стене, в трубе и так далее. То есть, по большому счету, для того, чтобы это исправить, нужно заниматься, там, что-то сломать, что-то достроить. Это разрешено, потому что здесь мы говорим не с точки зрения того, что мы строим новое или украшаем, красим. А мы сейчас исправляем то, что произошло. А если проблема такая, что ее можно решить, чтобы, грубо говоря, новое купить цена, если стенку разломали так, чтобы новую поставить, будет легче решать. Значит, если сейчас речь идет о том, что это тот дом, в котором ты живешь, у тебя другого нету. У тебя нет другого дома. У тебя сейчас упала стена. Или не упала, она треснула, но по-хорошему ее нужно сломать полностью и поставить новую. Если это тот дом, в котором ты живешь, то это то же самое, как ремонт. Это будет разрешено. Цена? Потому что иначе получается, что ты живешь, грубо говоря, на улице. А если эта стенка внутри? Если это может потерпеть, и ты можешь без этой стенки перекантоваться эти 10 дней, перекантуйся без этой стенки. Ночевать на улице тебя не обязывает ради этого. Если у меня маленькие дети, я должен буду построить, чтобы она не рухнула на них, когда они играют с рядом. Если, смотри, здесь есть разница между построить и убрать. Ты можешь ее сломать, а построить потом. Ну да. Я согласен, все, что является опасностью для жизни, у нас есть такое понятие, опасность для жизни, опасность для жизни, отталкивает все заповеди, кроме идолопоклонства, кровопролития и разврат. Все остальное, извините, шаббат, который до урайта, и тем более, если мы говорим про обычаи, которые мудрецы установили, понятно, что перед пикуах нефеш они все очень быстро отбегают в сторонку. Если это не вкупах, то я эту шестинку просто разделял на две комнаты, например, брат и сестра. И? Мне нужно построить новую. Зачем? Зачем это срочно в эти 9 дней? Это тоже я хочу понять. У меня стены. Куда она делась? Испарилась? Нет, просто открытая огромная. Брат решил проверить силы удара, стукнул в бамбуковый китайский домик. В таком случае, товарищ китайец или японец, или как вы там, поставь обычную бамбуковую стеночку. Ничего строить не надо. Бумага, заклей дырку и все нормально. А вопрос, если, допустим, тебя ломается, не готовы пострадать вам? М-м-м? Так что ты говоришь так далее, что если это... Есть и есть пикуах нефеш, есть пикуах нефеш. А если ты это делаешь? Нет, ну то можно. Если ты это делаешь для удобства и так далее, и так далее, то сделай какую-то времянку, а потом, когда будет нормальное время, исправляй. Цена? Высаживание растений. Нельзя садить растения, предназначенные для удовольствия. Снова таки, это может быть фруктовое, это может быть деревья для тени, красоты, цветы. Если это то, что является работой, по большому счету, снова таки, обычно не рекомендуется, но там есть некоторые послабления. Цена? Я помню, как мы в Ирихо сажали лимоны, мы специально дождались, пока будет 9 ава, и нужно было посадить до 15 авы, и мы там 5 дней, точнее 5 ночей сажали по ночам. 5 ночей мы каждую ночь шли там, не, может быть мы начали не 11-го, каждую ночь сажали с момента, вернее, мы начинали за час до темноты и заканчивали где-то в полуночи. И так несколько дней подряд, пока посадили все. Работать там днем, ну, к примеру, сейчас там в тени 44 градуса, хотя тени там нет. Это, чтобы вы поняли, температура немножко. В Иерусалиме, сколько, сказали, будет 31-32 градуса. То есть там сейчас где-то на 12 градусов больше. Около Мертвого моря. Мертвое море, не красное. Топ, ладно. Мясо. Мясо и вино. В 9 дней принято воздерживаться от употребления мяса и вина. На шаббат. На шаббат разрешено. На шаббат все равно. Даже на шаббат, который будет 9 ава, выпадает в этом году на шаббат. 9 ава в этом году мы будем кушать мясо и пить вино. А 9 ава поздно вообще, да? Из-за того, что это выпало на шаббат, а это пост де Рабанан, то он сдвигается на следующий день. В общем, спрашиваю, пост есть, правильно? Цена денег. Пост есть, да? Пост будет 10. Нет, в общем, спрашиваю. 9 ава пока что есть пост, так как храм еще не построили. Сказано, что когда построят храм, этот день будет праздником. Но мы уже, в этом году у нас уже праздник. Выпал на шаббат, поэтому... Сколько послований есть? 17 ава, 9 ава, Йом-Кипур, да? Де Урайта есть у нас пост 1. Это Йом-Кипур. Де Рабанан, у нас есть 4 поста, связанные с разрушением храма. Это 3-е Тише, когда убили Гидалию бен-Эхикама. Он возглавлял общину, которая оставалась еще в Израиле. С некоторой автономией. После того, как его убили, евреи здесь лишаются какой-либо автономии. 10-е Ти-Ветта, это когда началась осада. 17-е Тамуза, когда была проломлена стена. И 9 ава, когда был сожжен храм. Можно еще раз сказать? 3-е Тише. 3-е Тише, 10-е Ти-Ветта, 17-е Тамуза и 9 ава. Кроме этого, есть пост Эстер 13-го Адара. Там 3 дня. Загнешься. Там описывается, что они постились 3 дня. Но у нас сегодня один день. Кроме этого, у первенцев есть пост Канун Песоха. Что значит у первенцев? Первенцы. Канун Песоха, да? Да. Да. Кроме этого, это в принципе официальные посты, которые есть. Но кроме этого, есть еще такое понятие. Это не все делают. Часть людей делают. Шинивы, хамиши. Это бахаб. Это посты, которые есть в начале лета и в начале зимы. Снова-таки, есть община, где это очень принято. Кстати, некоторые делают еще шини, хамиши, весь Илуль тоже. В какие дни? В начале лета и зимы какие дни? Ну, в начале зимы это делается, если нет дождей. В начале лета... Понедельник, вторник когда? Понедельник, вторник. Там объявляется понедельник, не вторник, понедельник, четверг, понедельник. Это всегда выпадает на эти дни, понедельник, да. Но когда точно, я сейчас не могу вам так сказать, не то, что это привязано. Тоже без воды, целый день, да? Любой еврейский пост, это без еды, без воды. Есть два поста, которые мы кушаем, не кушаем и не пьем больше суток. Это Йом-Кипур и Девятая Ава. Все остальные посты это с утра, с того момента, как начинается рассвет и до выхода звезд. И плюс то, что человек сам может себе назначить любовью. Да, да. Когда мы говорим про мясо и вино, то они разрешены не только в субботу. Они еще разрешены на трапезу, которая связана с заповедью. Судат Митсва, к примеру, обрезание, к примеру, выкуп первенца. Выкуп первенца, Бритмила. Выкуп первенца это обычно делается, если только это вовремя. Или Сью Масехет. Окончание учебы трактата Талмуда. Это тоже считается заповедь шломо. То, что ты сейчас делаешь, это не заповедь. Хорошо? Вино для Берката Амазона и Авдалы. Берката Амазон мы сегодня обычно не делаем благословление на вино перед Беркат Амазоном. Ни перед, ни после. Не принято. Единственное, когда у нас это принято, это когда мы делаем шевоброход. То мы после того, как закончили Беркат Амазон, делаем благословение, в частности на вино. У Ашкин-Азима это не принято. Некоторые сфарадимы это делают. Снова-таки, в эти 9 дней делать этого нельзя. Мы на вино не благословляя, не пьем. За исключением субботы или трапезы, связанные с заповедью. Моцей-Шаббат, Авдала. Да, есть некоторые авторитеты, которые, в сефарской в основном, которые разрешают пить вино на Авдалу. Ашкин-Азимы, как приводит Рима, говорят, что лучше взять вино, сделать на него Авдалу и дать это выпить ребенку. Все равно? Если же нет ребенка, то тогда и пиво сойдет. А на чай можно? А? На чай можно? На холодный? Да. На хорошо заваренный холодный чай можно? Часто, что за прикол? Э-э-э-э, не-не-не, не насыщенный. Мы же говорим о вине все-таки. А? Вино имеет образ. Вино имеет образ, и поэтому мы говорим в эти 9 дней... Я говорю про чай. Что за прикол чай на Авдалу? Как это? Хорошо. Значит, отдельный вопрос. Я проведу вам отдельно по поводу этого урока. И сейчас на одной ноге скажу. У нас есть такое понятие, что вечерники душ ты делаешь на вино. Если нет вина, то на хлеб. А, вообще нет. Вино или сок виноградный, это одно и то же. Утром ты делаешь на вино. Если нет вина, то ты делаешь на любой спиртной напиток. Или на тот напиток, который принято пить в этой стране. И он не вода, разбавленная чем-то. Какой напиток приедет пить в этой стране? К примеру, натуральный апельсиновый сок. Не разведенный из концентрата. Натуральный апельсиновый сок. Вязались этим такой напиток. Это вода, смешанная с соответствующим сиропом. Они напитками, которые годятся, не являются. Но тот же чай, к примеру, в принципе, да. Единственное... Чай это китайский напиток. Все, что сварено, ты можешь сказать и пиво это вода. Это любой напиток, который прошел варку или брожение, естественно, он считается уже самостоятельным напитком, а не разведенной водой. А те соки, которые продают в бутылках, под названием 100% от 100%? Я не знаю, что это такое. А те соки, которые такие идут, 25 человек в принципе не стоят. Там консерванты. Там есть, которые написаны 100%, потом маленькими буквами написано, сделано из концентрата, а есть написано 100% отжатое из апельсина. Если это отжатое, из апельсина, из яблока и так далее, делайте на здоровье. Если это сделано из концентрата, это значит, что сделан концентрат и потом разведен водой. И оно не проходило, естественно, процесс брожения или варки. Принят здесь пить ананасовый сок? Не знаю, такого не видел. Может быть есть, вот там, где это принято делать, пусть они делают. Допустим, если ты находишься в России и тебе сейчас принесли натуральный квас, ты можешь сделать натуральный квас. Потому что там принято. Там это принято, но снова-таки, неразведенный. Сегодня, к сожалению, квасы тоже очень часто делаются из концентрата. Извините, мы отвлеклись на тему совершенно другого урока. Мы должны вернуться сюда. Все, что разрешено на утренники душ использовать, разрешено и на авдалу. Некоторые разрешают молоко, потому что тоже достаточно принято его пить. И там... Согласен, но в Израиле нет никаких причин, за исключением людей, у которых есть аллергия на виноград. За исключением этих людей нет никакой причины, чтобы человек оказался без виноградного сока. Потому что здесь у нас есть причина. Виноградный сок и вино нельзя пить в эти дни. Все это? Только из-за этого. Зато можно пить? Мм? Да. У некоторых хасидах... У некоторых хасидах принято, что утренники душ обязательно делаются на крепкие напитки. Резал, как ты покупаешь, по графу? Вот. Значит, здесь это важный момент. Те, кто пьют потихонечку, смакуют, он не выполняет заповедь. Для того, чтобы выпить, не знаю, неважно, виски, водку, текилу или что вы там пьете, в стакане у вас должен быть ревит, и вы должны выпить большую часть стакана залпом. Значит, для хасидов обычно это не проблема. Значит, но для тех, кто любители виски, и они, а я буду смаковать, извини, ты будешь смаковать, но заповедь ты не выполняешь. И более того, получается, что ты пьешь без брахи, без кедуша, что очень проблематично. Отсюда происходит 50 грамм, у нас ревит 76, и когда я считал про то, что мы должны одним залпом выпить больше половины из ревита, это где-то 50, да. Отсюда выходит 50, вот это русское, да, 50 грамм. Нет, потому что они пили стаканчиками, которые были по 50 грамм. А, понял, понял, понял. Это не связано, никак не связано, не связано. Много крадут, но не связано. Легко, главное, чтобы водка была не горячая, потому что у меня тяжелые воспоминания. Когда выпиваешь стакан горячей водки залпом, горячей, то я сел и сказал, ой, а мотки кто-нибудь другой будет делать. Нет, меня отпустило минуты через полторы, но, тем не менее, кипящая водка бьет очень сильно, даже на мою высовую категорию. А, то есть я теперь уже познаю, что ваше пределение куриное существо. Я понял. То, поехали дальше. Куриное мясо. Да, точно так же, как мы говорим, что нельзя кушать мясо, курица в данном случае однозначно тоже будет являться мясом. И, соответственно, бульоны и все прочее тоже будет считаться мясом. Нет, колбасы, естественно, тоже будут считаться мясом. Делать их из туалетной бумаги слишком дорого. Но, если мы взяли мясную кастрюлю и сварили в ней картошку, чистую мясную кастрюлю, в таком случае это не мясо и это кушать можно. Да, Цендер. Мясо можно кушать в соку и в финном и сарим. Или это только срошка? Срошка, это что? Масло, это сливочное? Масло сливочное? Мясо, а, мягкое масло. Человек, который болеет, ему разрешено, или болеет, или слабо, и так далее, ему разрешено кушать мясо. Есть мнение Рав Эпштейн, Варуха Шульхани, пишет, что лучше, чтобы это была курица, то есть, как бы, не до мяса, с точки зрения мяса с молоком. Но, это мы говорим для больных, иногда там, для стариков, для малышей, в любом случае, последние три дня лучше этого не делать. То есть, седьмое, 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 если это пик Охнеф, и что, и тогда можно. Но, как правило, у человека в рационе есть чуть-чуть больше, чем один-два вида. Поэтому, постараться, если ты не можешь убрать мясо из рациона на девять дней, то, по крайней мере, убери это на три дня. Цена? Ну, смотри, девятого ава я своих родителей кормить буду, и не потому, что я хочу, чтобы они нарушали, не дай бог, им это разрешено наоборот, им запрещено паститься. В таком возрасте, в таком состоянии, это уже запрещено. Поэтому, я буду их однозначно кормить. Но, я буду их кормить, я постараюсь сейчас им мясного не дать. То есть, великурина считается как мясо вообще, да? То, что мы только что сказали. Курица, в принципе, считается как мясо. Если мы облегчаем для больных, то лучше облегчить с курицей, а не с говядиной. Да. А рыба можно? Рыба можно. Рыба, не мясо. Хотя такая авамина есть в обсуждении в Аллахе. И что нет, как целое мясо. Что нет, как целое мясо. Плотное у него такое. Но, в Седер. Но, что-ничто, в итоге разрешено. Сиюм, окончание трактата Талмуда или целого Седера Мишны. Сиюм, окончание. Можно проводить, если человек не просто взял и пробежался, так сказать, по вершкам и говорит, о, я как раз делаю сейчас Сиюм. Речь идет о том, что человек учит с толком, с толком, с толком, с расстановкой. Это значит, что он учит с какими-то минимальными, хотя бы, комментариями. Или, может быть, не минимальными, а углубленными. И так далее. И тогда, когда он заканчивает трактат, он делает Сиюм. Принято не очень много людей туда приглашать. В принципе... Можно что, и мясо, и вино? Да, и мясо, и вино. Тут одно условие. Это человек не должен специально притормаживать или специально ускоряться, для того, чтобы у него Сиюм попал на эти дни. Если у него выпадает на эти дни, он может спокойно делать. Участвовать желательно те, кто изучали Талмуд, плюс их семья. Или ближайшие друзья, потому что очень часто хотят, чтобы во время Сиюма есть такое понятие, как сказать Кадиш. Сказать Кадиш нужно 10 человек. То есть, может быть, не только я с кем-то сейчас изучаю трактат, плюс моя семья, сын уже идет зачет. Нужно еще 7 человек. Пусть у Хеврута еще один сын. Значит, 6 человек, которых мы приглашаем, чтобы они поучаствовали в Сиюме и, соответственно, они могут и кушать... Можно ли один день просто его подождать? Кого? Ну вот я, допустим, закончил... Я понимаю, что заканчиваю 9 ава. Не 9 ава. Мы сейчас говорим о период от 1 до 8. 9 ава никто тебе не разрешил кушать ради этого. Понял. Согласно? 9 ава ты не можешь учить Тору. Я понял, все, извиняюсь. Ты не можешь делать Сиюму, тебе нельзя учить Тору. Но так тоже нельзя. Ну, с 7, допустим, я заканчиваю. Что, я не могу 3 дня откинуть? Зачем? Тебе говорят, не откидывайте. Синьон, прихмелая, что еще? Пидьонбен. И что? Пидьонбен. Выкуп первенца. Обрезаем выкуп первенца. А 3 печь получили. А что это выкуп первенца? А что мне печь? Потом расскажу выкуп первенца. Человеку, который родился первым. Еврей, который родился первым своей матерью. У нее до этого не было выкидышей. Он должен выкупиться у Куанима. Это учится из непосредственной истории. Где описан Пидьонбен. Хотя там это идет по отношению к Левиим, а не к Куаним. Это прямо его рождение получается? Это делается на 30-й день. А если на 30-й день попал, то в этот период можно есть мясо и вину? Если на 30-й день попал в этот период, то можно? Значит, если, к примеру, в классе есть 25 человек. И в классе делается сиюм. Все 25 человек могут спокойно кушать мясо, пить вино. Естественно, я говорю про класс совершеннолетних. Чтобы не подумали, что я сказал пить вино для 13-летних. Если человек не слышал самого сиюма и он пришел на трапезу, это не очень понятный вопрос. Точнее, здесь есть слишком много мнений, поэтому лучше спросить конкретно у Равина про ситуацию. Когда он пришел, почему и так далее. Некоторые не кушают даже во время сиюма мясо. Еще очень важный момент, который я все-таки сделаю, хотя мы пробежимся немножко. Стирка и смена одежды. Это очень важный момент. Скорбящий, тот, у кого умерли родители или другие близкие родственники, брат, сестра, сын, дочь, муж, жена, не может чистить и стирать свою одежду 30 дней. А также одевать свежевыстиранную одежду. И поэтому в эти 9 дней перед 9 августа есть традиция, чтобы не стирать и не одевать свежевыстиранную одежду. Травль ве 30 или 40 дней? 30. Это у русских 40. И одевать выстиранную одежду? Свежевыстиранную одежду. Стирка одежды для использования после 9 августа тоже запрещена. Но я не могу взять на следующей неделе и отнести в химчистку одежду. Я ее заберу, хочу забрать через 2 недели. Я не могу. Потому что запрещено стирать. То есть до 1 числа мы должны... Да, все, что вы хотите, это до 1 и постирать, и одеть. Нет, я, допустим, в 1 иду, я отнесу на химчистку и забираю чайные недели, как можно? До 1 ты принесешь? Нет, 1 или 2. Нельзя. Ага. До 1 ты принесешь, и ты скажешь, я заберу через 2 недели, тебя не интересует, когда они будут стирать. Беседер. Получается, всю мою одежду я должен одеть до 9, до 1 всю. Которую ты собираешься одевать. Нет, носки, трусы, майки не надо. Если одеваю по одной одежде в день, получается, просто одеваю по 9 одежд, чтобы они не были новые, выстирали. Пре понял. Евреи, стирающие одежду для неевреев. Нужно постараться взять отпуск, если есть такая возможность. Если он с голоду умрет из-за этого, то пиквох нафиш. Все это? Ну, просто так, если есть возможность, он должен... Евреи, не Евреи. Да. Единственная одежда, если у человека есть только одна одежда, если у человека есть одна лишь одежда, и она нуждается в чистке или стирке, или все другие одежки уже грязные, то разрешено почистить эту одежку перед шаббатом. Сэна? Это одевание сколько должно длиться? 30-40 секунд, минута, чтобы она посчиталась одеждой? Или надо походить? Подожди. Постельное белье, носовые платки, скатерти, полотенца. Это их касается тоже. Они не должны быть новыми. Стирка детской одежды, подгузников и так далее разрешена даже на неделю, когда выпала 9 августа. Это относится даже к тем детям, которые уже выросли из подгузников, но постоянно пачкаются. Мы не должны им говорить, топ-то испачкался, бегаясь теперь грязным. Но если есть другая одежда, то естественно нужно дать, и это желательно такую стирку не делать публично. А если, например, у человека есть такая работа, что и вот это с вами будет грязно, он может посчитать? Что все время? Если и есть у человека работа такая, что у него там... По секрету тебе скажу, человеку, у которого такая работа, у него обычно есть одежда для работы, и она у него грязная. И он спокойно эту грязную одежду одевает перед этой работой. Да, он ее тоже моет раз сколько-то времени, но он не моет ее каждые 15 минут, он не наводит марафет. Он знает, что он занимается грязной работой, у него есть одежда для грязной работы, и у него есть чистовая одежда. Он пришел на работу, одел грязную одежду, поработал, поменял это на чистую одежду, и он сейчас в чистой одежде. Ну так обычно люди себя ведут. Я думаю, что когда ты шел на раскопки, ты тоже не шел в шабатные одежды. Ой, стирка ради заповеди. Женщина, у которой 7 чистых дней, она должна быть в белом белье или там простыни стирать, ей будет разрешено, если у нее закончились. Но если это уже 9 августа, то 9 августа ей стирать будет все равно запрещено. Цена? Да. Ношение свежевыстиранной одежды. Это касается любой одежды, и белой, и цветной. Нижнее белье, носки, пижама, которые непосредственно надели, на теле, могут быть свинены в течение 10 дней, если это вызывает неудобства. Цена? Верхнюю одежду лучше подготовить. То есть нужно будет их одевать, некоторые говорят 15 минут, полчаса. Ты одеваешь рубашку, там, поучился полчаса, пошел поменял рубашку. Пошел поменял штаны с рубашкой. Пошел одевать, в конце концов, ты не девочка, которая меняет 15 одеждок за один день. Ты майки меняешь, белые, каждый день, а джинсы, допустим, на неделю. То есть ты меняешь внешнюю одежду свою. Проблема, если вы это оставите на четверг, а четверг это у нас последний день перед рушходышем. У нас 5 уроков, 5 уроков. То есть при условии, что они уже постираны. Потому что если кто-то скажет, ой, мне нужно сейчас постирать, не волнуйтесь, там будет такая бешеная очередь. Все, пошли. Секунду. То постельное белье то же самое. Не меняют его во время 10-9 дней. Насчет смены одежды на субботу. Я тут придерживаюсь облегчающего мнения, что да, можно одевать постиранное. Сегодня это достаточно... Мы всегда одеваем на шаббат. Есть мнение, которое говорит на последний шаббат, шаббат хазон. Не этот шаббат, а следующий шаббат. Нельзя, но это я уже на следующей неделе поговорю более подробно. Спасибо большое. Спасибо.